Уфа готовится отметить юбилей 450-летия уже в эту субботу и растут прямо на глазах в новостных лентах, но прямо растет бюджет, стоимость этих празднований. Я только почитаю «Коммерсант». Прием от имени главы Башкирии на юбилей Уфы обойдется в 8 миллионов рублей. Также выяснилось, что выступление Газманова нет, но на самом деле оно состоится. Также с учетом новых договоров сумма выросла до 68 миллионов рублей. Это бюджет фестиваля «Сердце Евразии». Мероприятие состоится 30-31 августа в амфтеатре возле конгресс-хоу Тратао. Так, дальше мы посмотрим, пока мы здесь с вами настраивались, садились за этот стол. На юбилейную программу в Уфа-арене еще выделили 10 миллионов рублей. Две закупки стоимостью по 5 миллионов рублей проведены у единственного поставщика. Касаются участия в концерте приглашенных артистов и коллективов. А также выступление этногруппы «Зайниддин» обойдется в 350 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма контрактов достигла 19, их общая стоимость – 148 миллионов рублей. Как мы все эти траты можем объяснить на фоне того, что уже 5-й муниципалитет Башкирии отменил свой день города? Я объясняю это просто. Все эти мероприятия и перенос Дня города с июня на август были заточены под избирательную кампанию Хабирова. Я абсолютно в этом уверен. Но, как говорится, что-то пошло не так. И с деньгами все неславно и прочее. Решили сконцентрироваться в одной точке. То есть, решили сконцентрироваться на Уфе. Действительно, около полумиллиарда рублей в целом тратится только на концертную и развлекательную деятельность вот в эти дни. Вот если бы все сложить, там и Таратау, и Уфа-Арену, и прочие мелкие мероприятия. Где-то так. То есть, это чисто в воздух. Это даже не строительство арки «Дружба с Абхазией» и даже не строительство вот этого пресловутого дворца. Это просто вот на воздух, на песни. Полумиллиарда. Колоссальные деньги. Ну, по крайней мере... Извините. Если соотносить, например, с необходимостью ремонта 22-х снесенных мостов, подмытых дорог и так далее. То есть, этих денег точно бы хватило. Оперативно их потратить сейчас на это. Да, вообще легко. Еще осталось бы на какой-нибудь праздник на берегу. Но нет. Мы их тратим на вот это вот прославление итогов работы Хабирова, начиная с 2018 года. То есть, это единственная задача, которая стоит сейчас перед всеми ведомствами, муниципалитетами и так далее. То есть, нужно хоть сколько-нибудь показать населению, что вот эти шесть лет прошли не зря. По странному разумению наших властей это делается при помощи не менее дорогостоящих праздников. Ну, то есть, они пытаются масло на масло намазать, да, рассказать, что смотрите, у нас все прекрасно. Пол миллиарда мы выстреливаем воздух за два дня, значит, мы готовы там на все, чтобы показать, как прекрасен и могуч, дорогой Радий Фаридович. Вот, собственно, ответ. Это, конечно, безумие, на мой взгляд. Абсолютно и финансовое, и социальное, и нравственное, и так далее. Но оно происходит на наших глазах прямо сейчас. Хорошо, ну, как-то вот странно обострился прокремлевский телеграм-канал Мэш, который начался вчерашнего дня публиковать такие странные посты, что вот этот дворец борьбы, который, я так понимаю, главный бриллиант в короне празднования вот этого юбилея, он на самом деле не готов, в общем, если с лица он выглядит как-то, ну, закончено, то внутри там только бетон голый. А сейчас он вообще написал, что настройки работают дети, по сути, подростки, да, как мы видим, речь идет о какой-то подработке. Ну, на самом деле, я так вижу, что, в принципе, немного готово, немного из юбилейных объектов что-то готово к открытию. Где ленточку будут резать-то хотя бы? Ну, действительно, из обширного списка, вот если мы не умеем смотреть назад, совсем-совсем, да, то есть, если посмотреть на планы, которые были оглашены еще 2-3 года назад по поводу празднования юбилея Уфы, там список из десятков объектов. Там и улица Октябрьской революции, пешеходная, пешеходная, Арбат должен был рыдать, биться в конвульсиях, зависти и прочее, прочее, прочее. Много всяких других объектов. Реально готов один-единственный, и довольно давно. Это театр кукол. Да, торжественно, с доделками, переделками и добавлениями. Он был сдан год назад. Да, он сдан. Вот это единственный случай, в котором удалось что-то сделать, неведомо какими средствами. Мы не знаем общей стоимости театра кукол. Я полагаю, что за эти же деньги где-нибудь в Эмиратах построили небоскреб Буршариф. Но все остальные объекты не готовы от слова совсем. По поводу дворца борьбы это смешно. Судя по всему, внутрь гостей пускать не будут. Потому что действительно не только вам и не только МЭШ сообщал о том, что там действительно отделочные работы не то чтобы близки к завершению, а даже местами не начато. Арка дружбы с Абхазией. Вы будете смеяться, она тоже не готова до конца. То есть уж совсем простейший объект, типовой, бетон, краска и два плохо обритых строителя с ведром бетона. Больше ничего не нужно было, чтобы ее установить. Но кран тоже не готова. То есть настолько вот эта внутренняя коррупция сожрала все эти бюджеты, что они реально не успели даже к отложенному празднику. И сейчас пытаются делать хорошую мину при плохой игре. Суть по всему, да, действительно, бриллиант в короне празднования – это дворец борьбы. Борьбы, но все будет снаружи. На солнышке постоим, попоем, может быть, даже Газманов спляшет прямо на крыльце этого дворца и потом разъедемся. Вот примерно так. Я напомню, что грибной канал ВНРС перенесен на октябрь или ноябрь. Видимо, по первому снегу. По первому снегу зимние гребли будут. Да, да, да. Но все-таки интересно остается, как будут преподносить арку сухумскую, с каким соусом? Она к одним городом. Какое имеет отношение, вот действительно? Никакого. Ну, то есть, у них любой куст, любой, значит, кусок гранита, более или менее ровно положенный на горизонтальную поверхность, уже праздник и достижение. Так что все, что не важно. Дело в том, что они прекрасно понимают ту апатию, которая существует внутри населения по поводу вот этих праздников. А с ними переборщили. Праздники у нас по любому поводу. Не, пожертвовали фестивалем грушек. Ну да, там просто перекинули, видимо, средства, и уже совсем не хватало. Пришлось вот все бахнуть на эту скульптуру Салавата Щербакова, которая теперь стоит на фасаде вот этого дворца борьбы. Это древнегреческие бруны, по-моему. Да, у нас местное население очень возмущается этими скульптурами, не меньше, чем теми, которые стоят около кинотеатра Родины. То есть, это вот, ну, 300 миллионов, понимаете, отдать за вот эту скульптуру. Да, какие-то безумные деньги. Ну, просто это совершенно на фоне того, что реально творится вокруг и в стране, и, так сказать, на ее границах и прочее, прочее. И вот так вот, значит, своих, обеспечивать своих друзей и товарищей какой-то истерики в последний момент, это просто неприлично. Ну, смотрите, я вот почитал недавно о паблике городских вот этих городов, там Стартамак, Салават, Кумертал. Люди там немножко как бы недовольны, ведь у них, по сути, срезали всех, скажем, немногочисленные праздники, которые бывают в этих городах. И сейчас они как бы с таким вот обидой, что ли, к уфимцам относятся. То есть, мы возрастили такую фронду в муниципалитетах, и теперь люди там, на периферии, они недовольны. Причем недовольны во всех слоях. Администрации городов недовольны, потому что, ну, они же тоже себе какие-то крошки со стола сметали от этих праздников. Теперь у них даже это забрали. А население, да, привычное к каким-то муниципальным праздникам, у них там действительно праздников немного. И вот раз, значит, отменили население тоже, ну, выйти поплясать, там, послушать в гармошку или там какую-нибудь заезжую вузову, было привычно вот там по осени, в конце лета. Да, но я так понимаю, что в деревнях и в малых городах и так выборы напишут. Вот так рассудили в штабе Хабирова. А вот в Уфе нужно показать величие. Субтитры создавал DimaTorzok